проезжая с гуманитарной миссии в октябре 22 года в сторону луганска мы заехали в ростов-на-дону где нас любезно принял своей галереи местный художник мирового масштаба николай полюшенко я записал с ним прекрасное интервью он много чего интересного рассказал и поведал нашим зрителям и я предлагаю вам посмотреть его объемное интервью думаю что многие моменты сказанные николаем полюшенко будут вам интересны и вы их или о них услышите в первый раз кроме этого николай полюшенко презентовал нам три своих работы и эти три работы мы передали в луганском университете имени далее его ректору на постоянное место нахождения в дар луганским жителям и и и и и и и и и Для художников сегодня нам приходится редко рассказывать о своем творчестве. Причина такая, что когда началась перестройка, я вступал еще в Союз художников СССР, то первый указ был у господина Ельцина – бессрочно, безвозмездно, беспошлино выезжать художникам из России. И естественно, так как я уже сложился к этому времени, и тема была «Образы России», «Земля Донская», и выставки уже проходили во всех республиках союзных, вступил я очень быстро в Союз художников, в 31 год. Но причина такого быстрого роста – у нас не было военной кафедры в институте, и после окончания института мне пришлось выполнить свой долг идти служить в армию полтора года. Но в 79-й год, вы помните, это началось с Афганистан, только мы учебку закончили, и начался Афганистан сразу. Ребят первых, я сначала попал в ПВО, отправили сразу же наших сержантов всех, сразу же отправили в Афганистан. И тут же получилась информация пошла, что все, кто с высшим образованием, в срочном порядке нужно пройти курсы офицеров и подготовиться дальше. Ну, собственно, я не буду детально рассказывать, естественно, прошел курсы, уже был во время службы офицером. И когда пришло в мое время демобилизации, через полтора года, а я очень хотел быть художником, в армии тоже постоянно старался, так сказать, рисовать в любую минуту, независимо от местонахождения и ситуации. И я, естественно, понимал, что если я сейчас не начну активно творчески работать, заниматься, то я уже никогда художником свою мечту не... Моя мечта не сбудется. И вот я вернулся, хотя мне предложили сразу уехать за рубеж после армии, военкомат вызвали. Вот. Я отказался и пошел работать на завод «Росельмаш» каменщиком для того, чтобы у меня было время и, как бы, работать можно было своим делом заниматься. Потом, через несколько лет, через пять лет я стал работать в фабрике «Малыш», полиграфическая фабрика «Малыш», досложился до главного художника. Но почему я сейчас вернулся к армии? Потому что, когда я вернулся из армии, то я был очень цельным, сосредоточенным, потому что те мои друзья, которые не попали в армию, они ходили, слонялись, хотя было много работы, жаловались. А на тот момент в СССР была возможность художнику очень хорошо заработать, очень состоятельные были люди, и члены Союза, и простые художники, которые не достигали такого творческого уровня. Но я начал заниматься гравюрой, и более ста гравюр, а техника гравюра считается самой сложной на сегодняшний день, сложнее техники нет. Ну, пример привести, если дюрер великий, он только рисовал, гравюр вырезал, а печатник печатал, то в одном лице. Естественно, вот эта эволюция творческая в гравюре и работа на фабрике, точная такая работа, системная, нельзя было ошибиться, большие тиражи, растраты могли быть. И, естественно, армия все это сконцентрировала, сосредоточила, так сказать, не удаляться от поставленной задачи. То есть, как бы ни было творчески не хотелось, там художественный шарф и как-то богема, все такое, то здесь ситуация другая складывалась. Если я взял тему, например, Антона Павловича Чехова, уже 40 лет веду, то здесь первый город был, это Таганрог, первое место, место его пребывания. Значит, нужно было создать 50 работ, не потому что именно 50, а серия выражала его, домик Чехова, лавка Чехова, то есть тематические, его учителя, там все, кто его учил, рядом стоящие люди, папа, мама. То есть, тема невозможно отразить без системной такой вот подачи. И, естественно, нужно было не одну эмоциональную работу сделать, а их нужно было сделать, и это очень было тяжело. И вот если бы не армия, то есть я бы, конечно, никогда не смог быть таким концентрированным, сосредоточенным, потому что когда первый марш-бросок был, 25 километров я, вот сейчас сыну рассказываю, ему 14, ну как-то все было вольно тогда, все это достаточно, мне автомат не достался, когда всем раздали, мне автомат не достался. Он говорит, руководитель, майор, говорит, ну что, блатной, говорит, ну давай, побежали. А когда уже побежали обратно, то сзади ехала машина и всех собирало, то есть не автоматы, ну там половина не добежала, даже больше. Вот. И, естественно, бежим, а товарищ такой простой-простой, так сказать, из области, и я говорю, ну что, пора нам, наверное, так сказать, в автомобиль. Нет, говорит, мы добежим. И здесь не командир, не как бы, а сама жизнь заставляла быть кем-то, сама жизнь, то есть ни наказания никакого, ничего. Еще собрали там по три автомата дополнительных, ну в конечном итоге добежали. И вот если не было, так сказать, вот этой ситуации, что ты никто, ты приходишь и ты должен доказать своим делом, что ты на что-то способен. И, естественно, когда я вернулся, то есть творчество очень быстро вступило в союз, то есть тогда на тот момент в своем явлении в союз люди вступали в 60 лет и считали за счастье, что они доказали, что они профессионально пригодны. Вот. Я в 31. Естественно, тема очень интересная. Ну и тут вот перестройка и, конечно же, помогло то, что опять был сосредоточен, сконцентрирован, понимал, что как бы чего ты стоишь на самом деле, не просто фантазии и какие-то, так сказать, хотелки, знаете, вот я хочу этого и этого. Я понял, что это не мой путь. И тоже один пример приведу. Тема Чехова «Неожиданно Россия». Вот представляете, казалось бы, никому это все уже, так сказать, никому особо не вызывало, так сказать, все хотели чего-то, чего-то непонятного, хотя сами не поняли, чего не хотели. И неожиданно у меня первая международная выставка была на Мальте. Неожиданно меня приглашают с выставкой «Чехов и Россия». «Чехов и Россия». Это 93-й год. «Чехов и Россия». Мы обратно возвращались с телевидения центральное в самолете, наш самолет «Иу». И они говорят, как вам удалось? Я говорю, я не знаю как. Вот товарищ с мою книжечкой, вот я вам покажу эту книжечку, где-то там на пляже на Мальте лежал и увидел кто-то и говорит, вот нам это интересно. А потом оказалось, что интересно чем? И вот, кстати, тема эта очень важная сегодня, я хотел бы ее поднять. Нет, творчество личное мое. А на Мальте, когда Антон Павлович Чехов жил в Италии, во Франции точнее, здесь в Таганроге была задача поставить памятник Петру Первому. И неожиданно Чехов включился в эту работу. Он начал искать французских и итальянских скульпторов, которые бы этот памятник сделали. И он обратился к ряду скульпторов. И одному из скульпторов молодого, это был мальтиец. Он такой учился в Италии, Антон Павлович. И переговоры шли. Но в конечном итоге Антокольский победил. И памятник этот мы имеем сейчас роскошный в Таганроге. Но, когда я прибыл на Мальту и пришел в местный Эрмитаж, неожиданно в центре стоит памятник Антону Павловичу Чехову. Антону Павловичу Чехову. Крымско-Донская, Донецкая республика тогда была такая, короткая. Владимир Ильич Ленин еще был жив. Заказала, оплатила половину денег под этот памятник. И вот этот тот мальтиец, который был знаком с Антоном Павловичем Чеховым, делает этот памятник на Мальте. И этот памятник, Владимир Ильич Ленин умирает, и памятник мы не забираем. И он до сих пор стоит в Эрмитаже на Мальте. И вот у меня давно эта идея, и появился повод как раз вот благодаря вам произнести вслух всему миру, сказать, памятник надо вернуть или хотя бы сделать копию и поставить в Донецкой или Луганской республиках. Потому что заказ Владимира Ильича Ленина был именно сюда, в этот регион, этого памятника. Вот это, мне кажется, была бы большая наша победа. То есть, пусть даже не оригинал вернуть, а вернуть, так сказать, какую-то, найти хорошего скульптора, который бы выполнил этот оригинал. И вот, собственно, в этом и заключалась моя постоянная задача. Создание книг о Чехове, о Шолохове. Сделать книги России. И, естественно, на этот момент трудностей было достаточно, потому что общество было сконцентрировано, материально все были сконцентрированы. И, естественно, вот я сейчас неожиданно, так тоже такой момент. В 2006 году я напечатал роскошную книгу, я сегодня вам покажу, просто роскошную, Россия. Но напечатать-напечатал, оставалась суперобложка и обложку сделать, там тиснение. Сто экземпляров у меня ресурсов хватило, я сделал. А 900 штук ресурсов не хватило. И вот буквально на днях вчера я уже докупил бумагу для того, чтобы 2006 книгу переплести и закончить. Вот с 2006 года ни один мэр, ни один губернатор, никто, а у меня там по книге, по городам, не захотел поддержать издание книги России. То есть насколько мы влились в очень сложную ситуацию, потому что это очень серьезная программа визуального ряда. Это сначала слово, а потом визуальный ряд. Но это образ, и он не менее сильный. Создание образа любого человека и любого, как мы сегодня говорили, так сказать, вот этого настроения. Поэтому первое, что постарались уничтожить, наш образ, наших грековцев, которые прекрасно работали на тему. И все, что только в этом сопутствовало. И естественно, меня спасло только, опять же, то вот именно то, что я был в армии, то, что надеяться было ни на кого. Я, то есть не искал какого-то интересного, так сказать, решения этой ситуации. Но тем не менее, находились замечательные люди всегда, которые тоже так же относились к своему долгу. Провели выставку и в Государственной Думе, и в Совете Федерации. Вот последняя выставка была, 106-летие. Косачев лично занимался этим вопросом, и мы провели. Причем тоже очень интересный момент. У меня есть программа «От Москвы до Сахалина. Открытие уголков Чехова» в каждой библиотеке. Вторая программа «Образы России». Тоже там тема-то очень интересная, подробно не буду. А вот тема чеховская, еще вот в 90-е, в 2000-е. Я просил, работал и с Россотрудничеством, и с Министерством иностранных дел. Проведены выставки, были практически во всех странах Европы, Уругвая, Южной Америки, Америки. То есть, работа велась именно с темой Антона Павла Чехова, популяризация русского языка и литературы. Даже была идея, что сразу с трибуны ООН, я закончил портрет Гутюероши, чтобы сразу подарить 180 странам такие комплекты уголков Антона Павловича Чехова. Но, к сожалению, эта идея была не завершена, но у нас все впереди. А вот сирийскую тему я очень долго пробивал год, с первого дня. Говорю, давайте откроем уголок Антона Павловича Чехова в Сирии. И штаб СКВО у меня забрал. Год пролежали работы, так не отправили. Потом уже только через Совет Федерации, когда Косачев подключился, провели выставку. И, наконец-таки, мы отвезли эту выставку в Сирию. И она там, не знаю, как она работает, насколько отчета не было. Но здесь вот подключился Виктор Николаевич, очень провел хорошую работу. И мы попали к послу Сирии в Москве. И тоже эту тему подняли. Я закончил портрет супруги президента Сирии. И эта тема, мне кажется, она очень перспективна была на тот момент именно для зарубежья, для Сирии. То есть, а сегодня, почему я продолжаю эту тему, она очень перспективна для тех территорий, которые возвращаются домой. Потому что Чехов, например, вот я сейчас буквально перед нашей встречей, мне еще 15 лет назад, мой, ну, как-то учитель, он искусствовед, умер год назад, Рязанов Валерий Васильевич, принес эту тему и говорит, ну, ты Чехов занимаешься, а почему ты, говорит, Чехов не отметил в Донбассе? А посмотри, он и жил там, и с Иловайскими дружил. А Иловайские, это вы помните, это генералы, которые и с дочерьми дружили, и со всеми. И там был даже такой случай, когда Иловайский поймал таможенника, который продавал. Ну, там конфликт возник очень серьезный. Дуэль состоялась, и Иловайский погиб, так сказать, в этом. И Чехов принимал участие в расследовании этого дела, то есть очень, как бы, принимал, потому что он дружил как раз с сестрой этого Иловайского. Но семья Иловайских, это очень большой клан такой, они все были генералами, но их было очень много. Только были богатые генералы и более бедные генералы, то есть вот эта система. Вот, поэтому вот это пристальное внимание всех сторон, ну, как жизни. Даже вот недавно я сделал такой вот первая выставка, у меня, кстати, была в Академии Дзержинского в 2004 году. Несколько было. И я там выдвинул идею, что мысль такую, что Антон Павлович Чехов был нашим разведчиком, ну, то есть сотрудником генерального штаба. Ну, мы подняли этот вопрос, официально объявили, но сегодня я убежден, я вам покажу ряд своих книг. И когда вы посмотрите его письма, у него, когда он добрался до Сахалина, у него была там Турция, Египет, Шри-Ланка, Индонезия, там Гонконг. То есть он прошел Японию, Корею. То есть везде Антон Павлович Чехов был. Это наша палочка такая, выручалочка, где мы можем принести свою, так сказать, вот идею русского языка и литературы. Потому что, вот, например, сейчас в том же Египте, а Чехов был в Египте, заканчивается строительство атомной электростанции. И уже там огромное количество наших ребят, которые женились на египтянка. И уже там изучение русского языка стоит на первом месте. То есть потому что дальнейшие отношения русские нужно знать. Естественно, опять Антон Павлович Чехов, который памятник стоит в Каире ему, Чехову, так сказать, потому что он по Советскому каналу. И тут даже проверяется история. Многие не знают, что Советский канал уже был готов при Чехове, то есть он уже работал. Многие не знают, где он похоронен. Вот, кстати, недавно очень хотел бы вас попросить тоже поддержать одну идею. В 1998 году личным энтузиазмом и практически в одиночку с 1993 года начался международный этап. Все страны, где был Чехов, я старался провести эту работу, открыть какие-то уголки. И Чехов умер в Германии в Баденвайлере. Это курортный город. И в 1995 я написал им письмо с предложением открыть такой роскошный музей Чехова в Германии. Ответа не получил. Три года. Потом через три года неожиданно у меня пришло приглашение прибыть на открытие первого в Европе Чеховского музея. Я в 1998 году прибыл туда, с трудом набрал там всякими усилиями, не будем там детально все это обсуждать. Был открыт музей, но когда музей был открыт, все это было прошло очень здорово, масштабно. И консул был, и посол был, так сказать, и все это было достойно сделано. И пели, и танцевали. Я там представлял более ста своих оригинальных работ. Естественно, оставил портреты Чехова. И этот музей теперь работает уже 24 года. имени Антона Павловича Чехова. То есть победа в чем заключается? В чем, опять же, так сказать, вот это отсутствие армейская закалка, отсутствие материальных ресурсов, отсутствие официальной поддержки, так сказать. Но результат каков? В 2004-м, к столетию Чехова, мы уже назвали площадь имени Антон Павловича в центре Европы. За деньги немецких бюргеров 24 года работает музей популяризации русского языка и литературы. То есть наши студенты, я приехал туда, считал в кармане, денег обратно хватит или нет, добраться. То есть сейчас уже, ну вот не сегодня, а вот буквально там все эти 24 года, наши студенты ездили на конференции международные каждый год, им уже платили деньги, то есть и они популяризировали русский язык и литературу. А в чем просьба-то помочь, в чем поддержать, так сказать. Потому что я, так сказать, эту идею как бы начал, а там получился такой нюанс очень деликатный, что когда я пригласил немцев в Ростов, они начали, ну, как бы трудновато, и мы сделали их побратимами Таганрога. То есть Таганрог теперь побратим Баденвайдера. Но они все равно говорят, а что делать, мы не знаем, ресурса не хватает вообще. Ну, я им, как вот сейчас за столом, говорят, слушаться будете. Они говорят, будем слушаться. Ну, говорят, тогда надо писать письма вашему канцлеру Шрёдеру и нашему президенту Владимиру Владимировичу. А это был 99-й год, чтобы в 2004 году был памятник и площадь называлась имена. Она говорит, да это непостижимо, это не можно, это невозможно, это нереально. Ну, я говорю, ну, вы же сказали, слушаться будете, начинайте писать письма. И это привело к тому, что эта ситуация, ну, как бы свела толчок отношений Шрёдера и Владимира Владимировича. И вот на сегодняшний день, буквально за два месяца до вот событий, 24 февраля, я закончил альбом, который делал 24 года. История последних трех недель проживания Антона Павловича в Баденвайдере, в Германии. А просьба теперь конкретная, я хотел бы подарить, а мы к 16-летию учредили медаль Антона Павловича Чехова. Получилось так, что в стране никто не учредил, как вы, вот сейчас мы эту тему поднимали, чеховский юбилей был не отмечен, ни фильма, ничего, то есть сказать, ну, что-то там, может, бюджет на театры получили. Вот, а активнейшей работы не было. И вот мой фонд учредил медаль чеховскую, и мы, как бы, вручаем эту медаль уже второй год российским, их всего 100 медалей. И мне хотелось бы эту медаль вручить Владимиру Владимировичу с вашей помощью, чеховскую, и Шрёдеру, и передать им эти альбомы о Чехове, о русском языке. Вот, если вы мне поможете в этом, то я буду вам благодарен. Потому что тогда будет поставлено очень хороший, так сказать, очень восклицательный знак, что мы можем продвигать нашу культуру, что когда нам говорят, что мы вот там воюем, мы вот стреляем. Нет, мы умеем продвигать нашу культуру, и хотелось бы это не окончить, потому что Чехов посетил 24 страны. Это будет хорошим толчком, вот я написал письмо сейчас с Россотрудничества, казалось бы, что пришел вот господин Примаков, и как-то, так сказать, ответа не получил. То есть потому что продолжение, так сказать, как бы внедрение нашего, так сказать, нашего образа, реального нашего образа, а не созданного кем-то, что мы не образованные, мы работать не умеем, мы работать, если бы мы не умели работать и трудиться, и не было бы культуры, у нас бы не было такой большой страны, мы просто, её бы уже давно не было. Вот, и вот эта тема, как раз, она даст толчок всё это представить в каждой библиотеке и в каждой штоге вот Донбасса, Луганщины, так сказать, Херсонщины, так сказать, вот всех этих, потому что на сегодняшний день русский язык нужно изучать им будет сначала, то есть возвращаться к его истокам. А Чехов бывал на этих территориях и много чего хорошего сделал там. Ещё родилась очень интересная тема, к 9-му Дню Победы вот в этом году мы провели уже первую выставку. Так волею судьбы сложилось, что мой родной дед погиб на Курской дуге. Они шли Полюшенко с Новгородчины, то есть я основательно изучал, дошли до Воронежа, потом осели в Тихорецке, и это ещё до 41-го года. И когда началась из Тихорецка мой дед ушёл и на Курской погиб, а его брат уехал ещё задолго до начала войны в Новгород к родственнику, они ему помогли, он там жил и закончил художественное училище в Новгороде. И после, когда он закончил училище в Новгороде, он отправился в Москву и вступил в Союз художников России ещё до 41-го года. А в 41-м году указом Берии и Сталина он был назначен руководителем эгид-плаката СССР. И так получилось, что он в конечном, ну как бы, последствии стал народным лауреатом Репинской премии. И тема в мытищах в основном сосредоточена всей его работой, потому что он там, как бы, дача была, место, точка такая важная для него, творческая в этом музее. И у меня давно была идея сделать выставку «Два Полюшенко». И вот неожиданно перед, мне тут очень помогала хорошая помощница была, и неожиданно родилась идея посмотреть. Была система, мы же разрушили систему Союза художников СССР. Что было важно в этой системе? То, что было бюджетное финансирование. И были закупки. Зарплаты не было у творческих людей, как писателей, композиторов, журналистов. А разрушив эту систему, государство стало и музеи не подпитываться творческими работами. И стимул, так сказать, дальнейшего развития музея, вообще, так сказать, он прекратился. Только личный энтузиазм, кого-либо, так сказать, личный характер. И когда работал Андрей Петрович Полюшенко, он работал, естественно, при СССР. Тогда были закупки. И более 50 музеев закупили его работы. И на сегодняшний день от Москвы до Сахалина в каждом музее находятся 2-3-4 работы. И у меня родилась идея, что проводить выставки теперь, привозить свои работы, а они из запасников достают работы Андрея Петровича. И получается, образы России, нить поколений, крылья рода, вот такая выставка сложилась. Но самое интересное, что первый музей, который открылся, 7 мая мы открыли выставку перед Днем Победы, Полтавская, станица Полтавская. То есть ни в каком сценарии этого не придумаешь. И 7 мая мы открыли вот эту выставку, 2 полюша. Сейчас уже ряд музеев, Россия уже нас ждет, мы заключили договоры, зарезервированы залы. И вот я приглашаю всех 20 мая на открытие в Краснодаре, в Центральном музее имени Коваленко, большой выставки, 2 полюшенка. Выделили лучшие залы в этом музее. И мы сейчас готовим вот эту большую выставку. Вот эта тема тоже будет интересна. И вот опять же, космос, Господь Бог с нами. Потому что вы сейчас сказали о том, что у вас такой интересный коллектив создался. А идея какова? Андрей Петрович есть в Третьяковке, есть в Русском музее, и есть в Музее истории на Красной площади его работы. И значит автоматом через год-два, когда мы провезем выставку до Сахалина, мы можем уже подвести итог в Москве, что образы России, нить поколений, такая выставка прошла более чем в 50 музеях России. Вот, собственно, эту идею мне хотелось тоже озвучить, потому что она важна и сегодня идея. Потому что я даже на сегодняшний день не знаю, например, и транспорт, и все, там всевозможные нюансы деликатные. Это не коммерческое мероприятие, но я даже не знаю, с кем разговаривать, потому что, так сказать, те, так сказать, сотрудники там того же, потому что у меня опыт есть, я делал хорошую выставку в Сириусе. Но еще тогда, когда он был не Сириусом назывался, а еще там был Журавлев Владимир Владимирович, руководителем, первый этап был открытие СИИ, они еще арендовали вот это здание, платили за это, за где сейчас Сириус находится. У меня была к 155-летию, там большая выставка, меня был приглашен Журавлевым Владимиром Владимировичем. И мы провели это мероприятие. Но я ради интереса написал такое письмо Министерства культуры города Ростова-на-Дону. Прошу предоставить мне транспорт для доставки, для транспортировки этой выставки в Сириус. Сам я доеду, у меня есть билет на поезд, но нужно доставить выставку. Выставка некоммерческая, для детей. Я получил официальный ответ, что помочь подобной программе Ростовское министерство культуры не может, так как у них нет автобуса. Но я знаю, что деловые люди находят автобус, понимаете, они обращаются в администрацию, губернатору, кому угодно. Значит, это было полное нежелание поддержать не только художника и выставку, и Чехова, русский язык и литература, и даже зная заведомо, что Сириус курирует Владимир Владимирович, люди отказались это делать, официально отказались это делать. И сегодня, то есть сегодня, делая эту выставку, я уже не могу пойти в Министерство культуры города Ростова-на-Дону. То есть, а к кому я должен пойти и сказать, ребят, отвезите выставку, отвезите группу журналистов из Ростова, почитателей, таланта, действительно интересных людей, которые, может, и нет ресурсов, то есть они не могут гостиницу себе снять, их отвезти и обратно привезти. Поэтому вот этот вопрос, мы как раз вовремя с вами встречаемся, вот эту тему нужно поднимать. А кто же рядом с культурой? Это кто? Потому что, например, последняя моя акция – это открытие 44 уголков в библиотеках города Ростова-на-Дону. То есть, я официально написал, да, меня поддержали, приняли, так сказать, эти работы, но там были депутаты, там были главы районов, там были другие люди, то есть, которые… Я обратился в торгово-промышленную палату. Я говорю, а вы не могли бы приобрести еще книги? Виктор Николаевич тоже от ветеранов письмо такое написал. И усилить эти уголки Чехова, чтобы они были не тремя книгами, а какими-то еще более мощными, так сказать, системной работой. Мы даже ответ не получили, даже Виктор Николаевич, как главный редактор, официально не получили ответа от торгово-промышленной палаты. Ну, купите одну книжку, подарите хотя бы одной библиотеке, которая, так сказать, называется «Имени Антона Павловича Чехова города Ростова-на-Дону». И поэтому на сегодняшний день, конечно, художник – лакмасовая бумажка. Можно запускать к любому руководителю. Да. Любому руководителю, если руководитель говорит, что он почему-то там как-то не хочет, а я знаю руководителей на протяжении 40 лет, которые, вот мы делали выставки, системно делали. Я начал делать при СССР выставки в Крыму, в Ялте, в домике Чехова. А потом, когда вот эта ситуация случилась, распад, я продолжал это дело делать, эти выставки. Но у нас были руководители, они есть еще живы, которые находили автобус туда и обратно. Значит, здесь это нежелание. Здесь мне хотелось бы, может быть, там не сию секунду, а, допустим, передать как-то вам, прибыть туда вам, отдать, так сказать, как бы с документами, вот ту же медаль Антона Павловича Чехова. Может, вы посчитаете, есть еще достойные люди, чеховеды, потому что, ну, вот мне постоянно звонят, вот, допустим, друзья говорят, ну, вот театр ГИТИС достоин, директор Григорий. Вот. Мы вручили ему эту медаль, дружим, так сказать, и постепенно-то вычленяем какие-то, так сказать, вот такие небольшие группы, но это делается не для того, чтобы раздать медали, а для того, чтобы вычленить именно тех людей, которые реально. И вот я считаю, что вот эту медаль Шрёдеру и Владимиру Владимировичу нужно обязательно передать через вас. Потому что и эту книгу передать, которая, она у меня вот сейчас 500 экземпляров, лежит этой книге. Значит, эту книгу, там система, какая интересная ситуация, что, например, Антон Павлович, когда из Крыма отправился лечиться в Боденвайлер, он сначала приехал в Москву, потом приехал в Берлин, а из Берлина уже приехал в Боденвайлер лечиться. Но самое интересное, что он посетил клинику Шерите, Антон Павлович. И мы можем даже эту книгу подарить министру культуры клинике Шерите, не только бывшему канцлеру. То есть, и эта книга может работать, так сказать, уже сегодня, не ждать там каких-то лучших времен. То есть, мы можем сделать акцию, дарение, то есть, через какие-то, так сказать, определенные, так сказать, моменты, очень, а их очень много. У нас есть культурный центр в Берлине, российский культурный центр, там прекрасные сотрудники. Мы могли бы провести, так сказать, не надо художника вести. Я готов передать эту серию, у меня до сих пор там 150, по-моему, рам в культурном нашем российском центре находится. И мы могли бы это сделать, очень красивую акцию, что Россия может себе позволить. Художник на сегодня настолько респектабельный, настолько, слово состоятельный не хочу, потому что это неправильно будет, а просто умеющий сконцентрировать свои ресурсы и силы на самом главном, издавать не только книгу России, но издавать еще и книгу, посвященную хорошим положительным моментам взаимоотношений России и Германии. С творческой стороны, естественно, я отношусь к каждой работе, естественно, так сказать, очень серьезно и ответственно, то есть нет проходных работ. Дело в том, что здесь очень важный момент, почему слово проходных работ, потому что я занимаюсь самоколлекционированием. У меня коллекция более тысячи работ. То есть я не предлагаю приобрести работы. Если я что-то продал, то я рано или поздно стараюсь вернуть свои работы, выкупить эти работы у тех людей, которые, так сказать, у меня в трудный момент, вот, допустим, вот был момент, нам нужно было выпускать медали, нам нужно было печатать книгу. Естественно, в этот момент я готов, так сказать, к какой-то определенной реализации. Но все равно у меня в книжке записной, кто этот человек, и когда у меня будет какая-то возможность, я этого человека обращусь к нему, вы не могли бы, так сказать, мне продать, ну пусть дороже, мою работу вернуть назад в мою коллекцию. То есть на сегодняшний день коллекция более тысячи работ. Поэтому они мне все дороги. Но, естественно, тема гравюры очень важна, потому что гравюрой на сегодняшний день никто не занимается. Это и домик Чехова, и лавка Чехова, и крымские, так сказать, связанные с Антоном Павловичем Чеховым. Но, естественно, очень важны именно пейзажи, связанные не только с Крымом, но связанные с Россией. Потому что эти путешествия нам давались очень трудно. Они были в такие периоды, когда мы общими усилиями концентрировались. Вот, например, в 87-м году меня отправили благодаря Обществу охраны памятников, настолько серьезные были руководители, у нас ресурса не хватало. Но, тем не менее, нам удалось убедить Дон-Энтурфлот. Они предоставили нам самым последним рейсом, потому что там как раз были каюты свободные. И путешествия от Ростова до Москвы, и от Москвы до Ростова. Это все по Волге и по Дону. И родилась книга «Россия». То есть, естественно, эти работы тоже дорогие и интересные. И точно так же в последние путешествия от Москвы до Петербурга. Новая, так сказать, Кижи, Валаам, тема очень интересная, там, Сартовала, так сказать, Кандапога. Вот, кстати, так сказать, вот опять же тема очень важная. Две отечественных войны прошли, это вот собор этот, сейчас нет, сожгли сегодня. Но нужно вернуть, нужно восстановить, и нужно вернуть эту работу активную Обществу охраны памятников. Ну, что хочется о своих? Вот вы обратите внимание на две иллюстрации, очень скромные иллюстрации. Это иллюстрации к повести «Дуэль» Антона Павловича Чехова. Это герои этой повести. И мне кажется, вот эту работу я всегда выставляю в выставке «Образы России». Не только пейзажи, не только храмы, не только портреты наших духовных лидеров. Ну, и вот этих простых людей, которые, так сказать, жили за 200 лет там больше уже, так сказать, до нас. И, естественно, хочется отметить, очень важно, одну из работ «Смутное время». То есть это был 87-й год, еще, так сказать, ну, не было, но уже что-то чувствовалось. Уже что-то, что, так сказать, витало, так сказать, вот в этом состоянии. И я, ну, готов предоставить вам эту работу. Это Углич, это царевич Дмитрий. И я помню, насколько тогда был такой очень сложный период, такой криминальный. Я помню даже, так сказать, криминальные авторитеты, так сказать, с огромным уважением, так сказать, вот отнеслись. Не только, так сказать, вот мы все, то есть, но даже эти люди, так сказать, понимали, что Россия, она у нас одна. И мы должны за нее бороться. За 50-летию мне удалось издать такой альбом мощный, было больше поддержки. Только в 160-летию уже альбом поскромнее. А вот внутри я хочу вам, конечно, показать это все. Ну, во-первых, цитаты наших лидеров, связанных с Чеховым, связанных с нашей историей, потому что Чехова. И вот цитаты Владимира Владимировича, вот здесь прямое обращение ко мне, потому что выставка уже была Косачева, уже сделана, это благодарственное письмо, цитаты Лаврова, потому что много делали за рубежом мероприятий. Это вот Нина Наталья, это хозяйка этой галереи, то есть она вот предоставляет художнику на сегодняшний день возможность выставляться. Вот, домик Чехова, авторские цитаты, авторские цитаты, то есть о Чехове. Ну вот мы начинаем с Таганрога, начинаем с Таганрога и отправляемся в Мелехово, под Москву. Делали большую выставку, видите, здесь он чайку написал, аллея любви. Вот здесь это крымская серия, сахалинская серия, вот Чехов-Сахалин, очень такая интересная тема, сахалинская тоже сложная. Вот, это Крым, в разных техниках, и в гравюре, и в акварели, вся семья Антона Павловича здесь, сестра, мама, это в Крыму они здесь находятся. И вот это вот дача Чехова, которая у них дама с собачкой, здесь оригинал. Это Баденвайлер, Германия, где Чехов. Это Штаймайер, который отвечал в 2004 году, будучи министром иностранных дел, за вот эти все мероприятия. А это та площадь, где умер Антон Павлович Чехов, это здание. И теперь эта площадь носит имя Антона Павловича Чехова. Но самое интересное здесь, чем это интересно, важна тема, это наши прекрасные отношения, все хорошо, солнце светит с Германией. А это, вот этот камень памятный, холодная война, 1967 год. Бургомистр, который этот камень поставил, его уволили с работы на три дня, он не знал, что с ним будет. Потому что он поставил памятный камень Чехову. И нашелся человек во время холодной, который поставил. Это не просто история, ее нужно рассказывать. Его вернули на работу, он потом 25 лет возглавлял этот город. И он первый, когда я в 95 году предложил открыть музей, отправился в Россию. Даже слетал на Сахалин. Везде был, и музей был открыт благодаря вот закладке настроения в сторону России, 1967 года. И этот человек в совершенстве знает русский, чистый немец. Он первым долгом меня повез, когда я приехал в Баденвайлер на кладбище. А война была Первая мировая. И там были похоронены французские и немецкие солдаты. Он говорит, это плохо. Здесь лежат мои предки. И это плохо. И я прошел, был пацаном. Вот это еще не воевал, говорит, Вторую мировую войну. Все это. Эти люди есть. И вот мы тоже должны за этих людей бороться. Ненавязчиво показывать им, что мы. И естественно, в дальнейшем здесь вот. Но чем интересен я вам вот этот альбом подарю сегодня. Здесь иллюстрации к произведениям Чехова. Но в дальнейшем здесь очень важный момент. Прямое обращение к ООН. Будь верующий. Вот этот портрет я тоже мог бы через вас передать. Или же, так сказать, Лавровую. Или же, чтобы мы вот эту тему, вы дома почитаете, открыли уголки Чехова в разных точках планеты. Эта картина, символ чеховского движения у нас на сегодняшний день. Она писалась в Германии в Баденвайлере. В отеле, где умер Антон Павлович Чехов. Она нас объединяет. Это наши театры детские, которые участвуют. Мы совместно проводим мероприятия. А здесь есть еще, сейчас вот пролистал, чуть-чуть не попал. Вот видите, обращение, когда было 160 лет, в 2020 году. Это обращение к мэру Москвы. А здесь уже даже договор о культурном, не коммерческий договор, а духовный договор о продвижении этой идеи от Москвы до Сахалина. Чехов же отправился на Сахалин с вокзала Ярославского. Значит, сам Бог велел нам эту программу начать в Москве и отправить эту выставку до Сахалина из Москвы. И вернуть эту выставку потом, как поступил Антон Павлович Чехов. Вот это очень важное тоже издание. Оно очень важное. Чем важное? Потому что у меня даже мои товарищи многие говорят, ну ты Чеховом занимаешься, ну какая дипломатия, при чем тут ты? А момент такой был, это где-то лет пять назад мы делали. И получилось так, что у меня внутреннее состояние, что нужно сделать портреты первых лиц, те, которые хоть как-то способствуют, вот как появился это после 2014 года, как появилась, так сказать, вот эта ситуация дипломатии, подвигло вот это выступление. Было 80-летие как раз Ростовской области. Но опять же, вот это издание при 80-летии, при приветственном слое Министерство культуры нашей, не поддержало. Да, вот эта картина, вот она у нас оригинал. Это вот губернатор пригласил меня в Москву сделать большую выставку в Министерстве иностранных дел. 50 послов присутствовало, Лавров поддержал, здесь мазок Лаврова, Голубева и 50 послов всех стран. Вот 50 послов я привез в чистый холст, охрана меня ругала сначала, секьюрити, говорит, ну сейчас тут намажите краской, дом-памятник истории Шехтеля. Я говорю, да я все сделаю хорошо, постелю. И они потом до часу ночи писали эту картину. То есть эта картина теперь здесь, как бы, у нас. Это наши, так сказать, святыни. Это Азов. Вы помните, что у нас есть поля славы. Куликово поле, да, так сказать, Бородинское поле. А вот здесь очень важный момент, если брать с нашим регионом. У меня есть картина, вот здесь вы ее увидите. Это Капличка. Это рядом со Старочеркасском. Это когда еще казачество, Дон не входил в состав Российской империи, казаки сами собрались и захватили Азов. Три года держали. Потом пришло войско, и вот этот Азов, это наш Закруткин, великий писатель. Я считаю, он не уступает и Шолохову, то есть по своему, так сказать, мощи, по внутреннему содержанию. То есть лауреат Сталинской премии. Это фонд, это молодой человек, он погиб, так сказать, спортсмен, которого тоже мы поддерживаем, с ними проводим. Вот видите, пожалуйста, я готов через вас тоже передать этот портрет. Это 14-й год, эта тема. Я сразу откликнулся, так сказать, навстречу. Сразу. Но опять же, если передавать, то нужно это делать красиво. Почему я не передаю? Если это не красиво, если это не публично, это будет в моей коллекции, пусть люди ко мне приходят и смотрят, если вы не хотите. Иванов, какой вы, посмотрите, вот оригинал перед вами. Но почему, так сказать, не помочь? Мария, но она откликнулась. Она очень, очень откликнулась хорошо. Вот он еще не был тогда директором Россотрудничества. Вот эта госпожа была директором Россотрудничества на Совете Федерации сейчас, а он Россотрудничество. Наш поддубный. Это еще Сирия. Это еще Сирия. Наш ростовчанин, дважды олимпийский чемпион по современному пятиборью. Я просто сам занимался современным пятиборьем. А его папа, коллега Виктора Николаевича, то есть, сказать, он здесь очень уже умер. А это вот встреча. Но почему нам, госпоже Яровой, на такой портрет не подарить? Причем, самое интересное, история этого портрета, Виктора Николаевича, есть история этого портрета. Его заказал, ну как, когда я книгу начал делать, сказал, а вот надо Яровую везти. Молодой человек, Виктор Николаевич, сказать фамилию, который погиб на Донбассе. Один из первых. Флаг держал в центре Донецка. Контролька была на переходе. То есть, у этого портрета есть глубочайшая. А он с ней работал. Он под ее началом работал. И он попросил этот портрет. Вот, пожалуйста, географическое общество, пожалуйста, так сказать, север. Господин Нарышкин, вот я хочу сейчас к нему обратиться с вашей помощью, рассекретить. Мне нужны документы, подтверждения, что Чехов был нашим разведчиком. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.